Здравствуйте! В эфире православная энциклопедия. Сегодня мы приглашаем вас в путешествие, но недалекое, почти в самый центр Москвы, на Крутистский холм. 500 лет назад сюда, на новое место, был перенесен Великокняжеский Спасский монастырь. Его так и стали называть Спас на Новом или Новоспасский. Для чего его перенесли? С одной стороны, это был некий форпост, защита южных пределов города Москвы, поскольку шли на нас и монголы-татары, и различные враги, которые хотели восхитить княжеский престол столичный. Но и, с другой стороны, это место, где князь мог уединиться для молитвы. Несколько поколений русских государей приезжали сюда на Богомолье, вне Великого Поста и больших церковных праздников. В прежние времена статус Новоспасского монастыря был очень высок. Его настоятелями становились самые приближенные к государеву двору люди. Из стен обители вышло четыре русских патриарха – Иов, Никон, Петерим и Аким. Самый известный из них, Никон, построил здесь вот этот величественный Спасо-Преображенский собор. Росписи Преображенского собора поразительны и необычны. На сводах галереи, ведущих в храм, можно увидеть изображение родословного древа княжеского рода Рюриковичей. Оно начинается со святых Владимира и Ольги и разрастается десятками исторических персон, среди которых были не только праведники, но и великие грешники. Здесь древо Рюриковича не по грехам их собрано, а, скорее всего, объединено единым помазанием, как главы государства, единым миром мазаные. И второй раз, в отличие от нас, христиан, и нимба, которая рисуется над этими князьями, не свидетельствует о святости, а говорит о том, что они помазаны на царство миром. На этой фреске рядом стоят два царя новой династии Романовых. Михаил Федорович и Алексей Михайлович держат в руках Новоспавский монастырь. Именно с Романовых началась новая страница истории этой обители. В середине 17 века сюда была принесена главная святыня обители – Хлыновский образ спасителя. В 17 веке был прославлен нерукотворный образ спасителя в городе Вятки, в Вятской губернии. И патриарх Никон, чтобы иметь в монастыре какую-то святыню знаменитую, он попросил Алексея Михайловича, царя, чтобы образ прославленной в Вятке был перенесен в наш монастырь. С большим торжеством он был перенесен. И патриарх, и царь Алексей Михайлович встречали этот образ возле Красной площади, так называемой Спасской башни, на которой куранты. Вот как раз она названа в честь нашего образа. Знаменитый Хлыновский спас бесследно исчез во временной революции. Но в начале 20 века с него было сделано несколько копий. Одна из них украшает вход в усыпальницу, где поныне покоится прах 70 бояр – предков царей Романовых. Среди тех, кто лежит здесь, родоначальник царской династии – Роман Юрьевич Захарьев. Также мать первого царя рода Романовых – Ксения Ивановна в постриге – Марфа. Смутное время, казалось, разрушило всю ее жизнь. У нее отняли детей, разлучили с мужем. Но Марфа смогла стать выше самой судьбы. Ее вывезли на Онежское озеро. Там она находилась до 1606 года, когда уже появился первый Лжедмитрий, который вернул своих родственников из ссылки, из оточений. И до 1608 года жила со своим сыном Михаилом в Ростове, где ее муж тогда был ростовским митрополитом Филаретом. Но новая волна смуты, уже Дмитрий II, захват Москвы – это все вынудило ее бежать с сыном на свои родовые водчины в Костромскую губернию. Она поселилась с Михаилом в Ипатьевском монастыре. И именно туда пришли послы Земского собора в 1613 году сообщить желание собора Всероссийского о воцарении ее 16-летнего сына Михаила. Государиня особенно любила Новоспасский монастырь. Она подарила обителю чудотворную икону Божьей Матери Адигитрия, которая и сейчас находится здесь. По преданию ее написал сам великий древнерусский изограф Дионисий. В архиве православной энциклопедии сохранились уникальные кадры приезда в Новоспасский монастырь императора Николая II. Народ встречал его с особенной любовью. Всех тогда особенно поразило, когда царь появился в Великую Пятницу совершенно неожиданно в Успенском соборе на службе погребения плащаницы среди народа. И когда у него вдруг потухла свеча во время этого хода погребального, он зажег его у ближайшестоящего крестьянина, который оказался служил кучером в Москве. И вообще восторгом народу не было предела. Император Николай присутствовал на освящении в Усыпальнице храма в честь святого Романа Сладкопевца, небесного покровителя дома Романовых. С тех пор здесь не только служили молебны, но и совершали литургии, поминая почивших Романовых. Императорская семья приходила сюда в прощенное воскресенье просить прощения у покойных родственников. А в пасхальные дни русские цари спускались в Усыпальницу, чтобы сказать своим родным «Христос воскресе». Слева от алтаря храма Романа Сладкопевца с недавних пор покоится прах одной праведной женщины, о которой до сих пор неизвестно, была ли она или нет дочерью русской императрицы Елизаветы Петровны, княжной Августой Таравкановой. Мы знаем ее имя в постриге – Иннокене де Сефея. Судьба этой женщины удивительнее всех авантюрных романов, написанных о ней. Когда людям говорят о княжне Таракановой, у обычного человека, обывателя и даже культурного человека, такого просвещенного, который ходит в Третьяковскую галерею, например, возникает сразу портрет княжна Тараканова в Петропавловской крепости. Картина действительно подписана – княжна Тараканова. На ней изображена самозванка, которая выдавала себя за дочь Елизаветы Петровны. А княжной Таракановой именовалась действительно родная дочь от законного брака Елизаветы Петровны. Елизавета Петровна, дочь Петра Великого, состояла в законном браке с графом Алексеем Григорьевичем Рзумовским, который происходил из Малороссии, которого она возвысила. Брак был законный, венчанный. Княжна не могла претендовать на престол, но Екатерина Великая, тем не менее, видела в ней соперницу. Августу Тараканову постригли в монашество с именем Досифея и доставили сюда, в Московский Ивановский монастырь, где она провела больше половины жизни. Имя Киня Досифея содержалось в строжайшем затворе. То есть даже сестры монастыря здесь ее не видели. Ее могла видеть только игуменья Елизавета в то время, видите, даже в созвучии с именем ее матери. Мог видеть священник, который отдельно для нее совершал богослужение. Она настолько душою приняла это свое новое положение, что у нее открылись духовные дары. В частности, прозорливости. По ее молитвам у многих устраивались дела. После смерти Екатерины Второй ее такой затвор был ослаблен, и она через окошко могла общаться с людьми. И известно, что молодыми людьми пришли к ней братья Путиловы, Тимофей и Иона, 14-18 лет. А это будущие старцы. Ныне уж, наверное, всем известный схер-химандрит Моисей, преподобный Моисей Путилов, старец Оптинский. И его брат Иона, который был настоятелем Саровской пустыни, игумен Исайя II. Иннокеня Досифея завещала похоронить себя в Новоспасском монастыре под простым камнем, напротив кельи своего духовного отца, иеросхемонаха Федора Пуляшкина. Ее прах перенесли в усыпальницу Романовых уже в наши дни. У многих людей нет никакого сомнения в святости этой подвижницы. Люди приходят и почитают ее, и некоторые получают, кто в своих болезнях исцеления, кто в своих нуждах какую-то помощь. Так что, может быть, этих свидетельств наберется очень много, что народное почитание ее станет действительно большим свидетельством, нежели какие-то документальные источники для ее прославления. Своей посмертной судьбой оказался связанным с Новоспасской обителью и великий князь Сергей Александрович. Дядя Николая II. В феврале 1905 года у Никольской башни Кремля террорист Каляев бросил в его карету самодельную бомбу. Этот крест – точная копия Воснецовского креста, который был установлен на могиле убиенного великого князя Сергея Александровича Романова. Первая русская революция спровоцировала вторую, а за ней и третью, в октябре 1917 года. Новоспасский монастырь был закрыт одним из первых. Большевики нашли монашеской обители другое применение. В годы репрессий из громкоговорителей со стен монастыря гремела музыка. Она заглушала крики людей и звуки выстрелов. Местные жители не должны были знать о том, что происходит в новом концлагере. Чекисты расстреливали людей здесь, вот в этом итальянском дворике. Он со всех сторон, глухими стенами ограждал это место от внешнего мира. Когда реставрировали итальянский дворик, то было очень много найдено в стенах пуль, когда делали вычинку. Что, в общем-то, свидетельствует то, что земля, на которой стоит Новоспасский монастырь, она обогрена кровью новомучеников, исповедников российских. И здесь пострадало два священно-мученика, которые нам известны. Священно-мученик Павлин и священно-мученик Макарий. Владыка Макарий Гневшев был наместником монастыря незадолго до революции. Именно он встречал императорскую семью на юбилейных торжествах в год 300-летия династии Романовых. В начале 1918 года в Смоленской губернии он создал братство во имя Рождества Христова, за что и был расстрелян. Одним из последних наместников монастыря в первые годы советской власти был священно-мученик Павлин Крошечкин. Это был человек особенной доброты. Он с теплым вниманием относился не только к каждому человеку, но и любил бессловесных тварей. Говорят, что в монастыре был сад, где владыка прогуливался ежедневно. Там был муравейник, и епископ своими руками построил мост из досочек, чтобы не беспокоить муравьев. Чекисты обвинили владыку Павлина в создании контрреволюционного подполья. Он был приговорен к десяти годам лагерей. Его расстреляли за одну только фразу, которую сокамерники пересказали следователю. Гонения не страшны, потому что они только укрепляют веру в Бога. Он был не просто нашим наместником, но он начинал здесь и послушником. То есть он прошел все степени монашества, начиная от послушничества до епископа. Он знал всю жизнь монахов изначально, поэтому не правил как владыка, а как собрат. Управлял братья, с любовью, с нежностью относясь, понимая все тяготы монашеской жизни. Долгие советские десятилетия Новоспасский монастырь ждал момента, когда сюда вернется монашеская жизнь. Этот день наступил 22 марта 1991 года. Для первых монахов, которые пришли сюда в 1991 году, когда только-только начал возрождаться Новоспасский монастырь, эти 20 лет промелькнули как один день. А ведь им пришлось здесь быть и штукатурами, и плотниками, и малярами, и грузчиками, и садовниками. Они до сих пор не перестают удивляться тому, как это было. Возрождение началось с того, что архимандрит Алексей, будущий архиепископ Алексей, ныне Костромской и Галичский, в 1991 году приехал сюда как раз вот в мартовские дни и отслужил здесь первую божественную литургию. Владыка одел старенький подрясник, не владыка, еще архимандрит, он стал и сказал нам, одевайтесь. И мы взяли лопаты в руки, носилки в руки и начали расчищать самый собор. Представляете, это была гора мусора. Работали с утра до вечера. В храме на втором этаже владыка варил картошку, ели мы картошку и хлеб, и чай. Больше ничего у нас не было. Мы здесь были с 93-го года, братьев было не так много, мы жили все по двое, по трое, не весь монастырь сразу еще отдали, не все постройки монастырьские отдали сразу монастырю. Поэтому мы несколько лет служили в Преображенском соборе, и зимой, и летом, и зимой было очень холодно в Преображенском соборе, так что пар из арта шел, и каждый священник почти раз за зиму заболевал воспалением легких. Тогда был у нас такой огонек у всех в глазах, понимаете? Не только в глазах, но и душой мы уже так расположились, чтобы, знаете, как... Ну, бывает такое... А, давай, а давай, вот давай возьмем. Вот это вот, давайте еще вот это, а вот это давайте. Понимаете, у нас было, ну, не как соревнования там у коммунистов, конечно, вот самым... У нас духовное такое было соревнование. То есть работали, энтузиазм был какой-то, ради Бога и ради народа. В 90-е годы среди чтимых святынь монастыря появился и этот образ Божьей Матери Всецарица. Многие люди приезжают в Новоспасскую обитель ради того, чтобы поклониться этой иконе и просить об исцелении. Сам образ чудотворный Всецарицы, он находится на Святой горе Афон в Итопецком монастыре. Он прославился множеством чудотворений, исцелений. В 94-м году братья нашего монастыря обратилась к братьям Итопецкого монастыря, чтобы они написали список с этого чудотворного образа. И я оказался тоже свидетелем чуда, которое совершил предстоит Богородица в прошлом году, когда ко мне пришла, обратилась женщина, у нее была большая опухоль с головы младенца, и она пришла с тем вопросом вечным, что делать, как мне спастись, знаю, что у вас икона вся царится, ну, как водится, отслужили обычный молебен, дали святой воды и масло с собой. Вот после этого она сходила к врачу, и врачи удивились в том, что опухоль как такового не осталась на месте. У Новоспасского монастыря есть несколько подворий. Два из них – это домовые храмы при московских больницах. 12 лет назад при клинике онкологического института имени Герцена открылся храм во имя иконы Божьей Матери Всецарицы. Но впервые монахи Новоспасского монастыря пришли к раковам больным с молитвой и утешением почти 20 лет назад. Первое время, когда я появлялся здесь, с 93-го года, естественно, первые несколько посещений на меня навевали не то, что уныние, а просто какую-то грусть и печаль. Здесь в год несколько человек, не выдерживая такого прессинга, такого от уныния, от отчаяния своей болезни, некоторые люди кончали жизнь самоубийством. И вот было до того, как мы здесь появились, каждый год по нескольку случаев таких было. Сейчас же, с 93-го года, таких случаев не зафиксировано вообще. То есть для людей есть большая отрада и утешение, что можно излить свою печаль, свое горе в молитве. С моим диагнозом люди столько не живут. Я здесь уже почти 7 лет. Причем при моем диагнозе 7 лет это очень много. Сама онкология, она удивительно похожа на грех. То есть, когда ты грешишь, ты не чувствуешь этого. То есть тебе не страшно, тебе не больно, тебе не неприятно. То есть, то же самое опухоль, то же самое онкология, она растет невидимо, не чувствуешь ты ее, не ощущаешь. Ты ее, ну, растет и растет. Там пятнышко какое-то, какая-то это, какая-то шишечка, еще что-то. И онкология до тех пор, пока она не становится смертельно опасным, ребят, она не болит. То есть, как правило, это не больно. Зато потом ее лечение, ну, иногда это очень тяжелая вещь, иногда это страшно тяжелая вещь, иногда это легкая вещь, если это не запустить. То же самое, как грех. Ну, вот у нас исцеление было. Вот она пришла на костылях, через день приходит, а икону привозит чудотворную, с Новоспасковой. И когда батюшка проносила через голову, пина над головами, она, значит, была с костылем. Батюшка так немножко не видит, здесь поткнулись, немножко иконы там приложить к голове. Вот. А она через день приходит, без костылей, и все нормально. И она вообще, вот как в Евангелию, пришла с костылями, ушла без костылей. В домовом храме Герценовского института каждую пятницу совершается литургия. Здесь регулярно исповедуют и соборуют. Бывает так, что отцу Паисию приходится приезжать к больным не только днем, но и ночью. Болезнь не разбирает времени суток. Когда нужна людям помощь, мы не имеем права закрыться в келье и сидеть у себя в монастыре, не выходя. Мы должны тоже помогать людям. Если наша помощь нужна, мы готовы ее оказать в любом месте. Будь то в больнице, будь то в тюрьме. Колокольня Новоспасского монастыря одна из самых высоких в столице. Были времена, когда ее можно было увидеть изо всех уголков Москвы. Ровно 200 лет назад, во время наполеоновского нашествия, французы разорили и осквернили обитель. Страшный пожар обрушил тысячепудовый колокол Петра Великого. Колокол пробил несколько этажей и разрушил надвратную Сергиевскую церковь. Всего несколько месяцев назад монахи-обители начали восстанавливать храм в его первоначальном виде. Трудно представить, что некогда надвратная церковь была самым светлым храмом обители. Здесь был удивительный иконостас, росписи в духе эпохи Возрождения. Облик храма реконструируют по немногим сохранившимся архивным документам. Самый тяжелый, наверное, это даже не пожар, не разрушение, нашествие Наполеона, а вот мерзие запустение, которое уже царило 20-е годы, 20-го века. Отец Сергий принял монашество всего полгода назад. Его постриг состоялся здесь, в Новоспасском монастыре. Знаете, кто-то тоже спрашивает, почему, да, вот в монастырь пришли. Знаете, я думаю, что ни один монах никогда не скажет, почему пришел, а всегда скажет, для чего. А для чего я сказал, что для спасения души. А уж как Господь приводит, какими путями, у каждого свое. В двух шагах от колокольни находится свечная мастерская Новоспасского монастыря. Отец Валентин не монах, послушник. Его жизнь связана с этой обителью почти 20 лет. Я почувствовал потребность уйти сюда. Мне, вот как человек увидит афишу, и ему нравится кино, какой-то. Точно так же, я вот увидел монастырь, мне так понравилось, так и захотелось, так, вот это вот, это тайна монастыря, она, несмотря на то, что я здесь, все равно она тайна для меня. Одна из особенностей Новоспасского монастыря тут находится центр образования столичного духовенства. Священники московских храмов повышают квалификацию, изучая не только богословские науки, но и такие дисциплины, как архитектура, строительство и реставрация. Мы провели уже три набора, сейчас четвертый набор проходит вот эти курсы, и не приходится краснеть за наших священников. Когда курсы только начались, священникам приходилось нелегко. Первый набор учился целый день, с утра до вечера. Это было непосильно для духовенства. Пять дней в неделю, с утра, с девяти утра они приезжали сюда, и до семи вечера. Нагрузка была очень большой, и действительно, то есть потом уже суббота, воскресенье, служебные дни на приходе, не всегда, да практически это было трудновыполнимо. И, соответственно, как бы, ведь задача не в том, чтобы загрузить максимально людей, а в том, чтобы действительно этот процесс был продуктивным. Среди тех, кто занимается в Новоспасском монастыре, не только священники. Студент общей церковной аспирантуры Сигенобу, а в крещении Алексей, уже месяц изучает тот русский язык. Он потомок одного из первых православных японцев. Мой отец священник японской православной церкви, и мой прадед тоже был священником, и он помогал Николаю японскому просветитель. Японии. Новоспасская обитель это не только монастырь, но и один из крупнейших в столице православных приходов. Здесь больше тысячи постоянных прихожан. Особенно людно. Тут было в августе 2011 года, когда обитель отмечала 20-летие своего возрождения. Тогда братью и прихожан Новоспасского монастыря поздравлял сам святейший патриарх. Слава таких обителей, как Новоспасская, не только в их внешнем величии и благолепии, но в первую очередь в силе духа, в силе молитвы, в силе веры. Народ Божий приходит сюда не только за исцелением, но просто помолиться среди этих стен уникальных, среди этой действительно архитектуры красивой, и просто соприкоснуться той святости и одухотворению, которое имели наши предшественники молять здесь. Наши прогулки по Новоспасскому монастырю завершились, а с ними подошла к концу и наша программа. До новых встреч! Всего вам доброго! Храни вас Господь! БОНУТСІРЬБЯ! БОНУТСІРЬБЯ! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok